Обычное утро в обычной электричке. Кто-то отправляется на дачу, кто-то на работу, кто-то по делам. Утреннее время, как всегда, наиболее оживленный и насыщенный период. Причем как для пассажиров, так и для желающих поживиться за чужой счет. Именно на часы пик приходится наибольшее количество краш. А потому в это время особенно бдительны правоохранители. Основные методы, которые принимаем для профилактики краш, это сопровождение нарядами, также дополнительная отработка поездов, озвучивание профилактической информации и агитационной листовки в электричках, дизель-поездах. Штатная проверка документов и перевозимого багажа. Напоминание невнимательным гражданам о сохранности личного имущества. Под пристальным вниманием и подозрительные граждане, и те, кто могут быть в зоне риска. Правоохранители даже вывели своего рода статистику. Пик хищения имущества зафиксирован в пятничные дни. Как правило, чаще крадут мобильные телефоны и планшеты. Реже, однако, так бывает тоже велосипеды. Как правило, кражи совершаются у граждан, которые беспечно относятся к своему имуществу. Это либо в состоянии алкогольного опьянения, либо оставленные вещи. Что, в свою очередь, человек, который нашел и присвоил, соответственно, является кражей личного имущества. Если же гражданин нашел бесхозное имущество в здании вокзала, на станции, либо в подвижном составе, необходимо принять меры к возврату данного имущества через работников транспорта, поездных бригад. Междугородние железнодорожные перевозки по региону и стране сегодня считаются одним из наиболее популярных. А потому правоохранители в очередной раз обращают внимание пассажиров. В случае, если вы стали свидетелем противоправного деяния, необходимо срочно обратиться в милицию для выяснения обстоятельств. В вагонах размещены листовки и памятки, где можно узнать правила поведения в таких ситуациях и уточнить номера необходимых телефонов.